Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В США не представляют декарбонизацию без ядерной энергетики. Но ядерная энергетика будущего должна стать иной, портативной, безопасной и мобильной. Для этого научные институты США с привлечением бюджетных средств проектируют не только модульные микрореакторы мощностью до 300 мегаватт, но также заняты разработкой безопасных и транспортабельных микрореакторов мощностью до 20 мегаватт. Проект ядерного микрореактора компании Холосген. Источник изображения, Холосген-подобные микрореакторы могут применяться в самых разных областях, для зарядки электромобилей вдоль отдаленных трасс, для подачи питания в малонаселенной местности, в освоении Арктики и даже в космосе. Габариты реакторов должны будут позволить перевозить их в стандартных 40-футовых, 12-метровых, контейнерах на грузовиках. Примечательно, что для передачи тепла из рабочей зоны ядерного микрореактора в зону преобразования в электрическую энергию будут использоваться тепловые трубки, подобно тому, как это сделано в охлаждающих системах персональных компьютеров. Охлаждение и отвод тепла из рабочей зоны станут полностью пассивными, что будет гарантировать надежность системы и работу без обслуживания в течение десятилетий. Другое важное условие для проектирования ядерных микрореакторов – это использование низкообогащенного топлива. Такое вещество, даже если оно попадет не в те руки, нельзя будет использовать для создания ядерного оружия. Технология работы с низкообогащенным ядерным топливом предполагает процесс замедления нейтронов. В обычных реакторах для это используется графит, но в случае микрореакторов, это неподходящие по габаритам и весу решения. В качестве альтернативы графиту для замедления нейтронов в активной зоне реактора предложены соединения металлов с водородом – гидриды, а проблему с разложением гидридов при высоких температурах предложено решать с помощью многослойных защитных оболочек для таких «замедлителей». Активную работу на направлении ядерных микрореакторов ведет Аргонская национальная лаборатория. Причем участники проектов отвечают не только за разработку реакторов, но также сотрудничают с регулирующими органами США для разработки нормативной базы по размещению и эксплуатации таких силовых установок. Чуть подробнее со ссылками по этой теме сказано на сайте Аргонской национальной лаборатории. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.